Геноцид армян в Османской империи – первый геноцид 20 века, развязанный молодотурками. В этот период было уничтожено население шести армянских филоэтов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской диаспоры. Многие из них были ассимилированы, тысячи армян были насильно исламизированы. Это чудовищное преступление турецкое правительство осуществило при помощи армии, полиции, жандармерии и специальной организации, созданной для этой цели по инициативе Центрального комитета правящей партии «Единение и прогресс» совместно с военным ведомством. Уничтожение армян в Западной Армении и Холокост являются самыми скорбными событиями 20 века. После окончания Первой мировой войны роль арбитра на Парижской мирной конференции 26 апреля 1920 года взял на себя президент США Вудро Уилсон. Позднее, 22 ноября 1920 года, на основе сербского договора было вынесено знаменитое арбитражное решение Уилсона, согласно которому в состав Армении должны были войти почти весь Эрзурумский велоэд, две трети Ванского и Бетлисского, большая часть Трапезунского и Велоэтов, а также порт Трапезунд. Объединенная Армения охватила бы территорию почти в 160 тысяч квадратных километров. Нынешняя же фактическая армяно-турецкая граница начертана исходя из трех международных документов Александропольского, Московского и Карского договоров, которые сжали территорию Армении до 29 тысяч квадратных километров. Геноцид – это не только физическое истребление этнической и религиозной группы людей, но и уничтожение их культуры. Армянский народ за тысячелетия своего существования создал много культурных ценностей на своей исторической земле. Нынешняя территория Армении составляет лишь одну восьмую часть ее, остальная входит в состав соседних государств. В результате большинство армянских памятников тоже находятся за пределами сегодняшней Армении. Турция, продолжая отрицать осуществленные ею злодеяния на государственном уровне, пытается, уничтожая армянские памятники, отвергнуть тот факт, что когда-то армянский народ и армянское государство располагалось на этой территории. До 1912 года число действующих армянских церквей и монастырей доходило до 2200. Почти 2150 из них за годы геноцида были ограблены и сожжены. Турция не приняла факт геноцида армян и продолжает отрицать его. Более того, в современной Турции отрицание геноцида является государственной политикой. Специальные организации занимаются изданием книг, искажающих историю армянского народа. Умышленно уничтожаются армянские исторические памятники. Под пристальным вниманием оказываются учебные заведения армян, проживающих на территории современной Турции. Такая политика преследует две основные цели. Первое. Доказать, что Западная Армения никогда не была родиной армян. Второе. В Турции никогда никакого геноцида не было. 24 апреля 1915 года была арестована первая группа армянской интеллигенции. В списки подлежащих аресту попали люди разных профессий. Музыканты, учителя, артисты, юристы, врачи, журналисты, бизнесмены, писатели, политические и религиозные лидеры. Единственное, что их роднило – национальная принадлежность и положение в обществе. За короткий период было арестовано около 800 человек. Многих из них погнали в Анатолию. И зверски убили. Удар, нанесенный армянскому народу младо-турецким режимом в 1915 году, оказался беспрецедентным по своей разрушительности. Именно поэтому сегодня рассеянные по всему миру армяне каждый год, 24 апреля, вспоминают жертв геноцида. В Армении в этот день сотни тысяч людей совершают восхождение к мемориалу памяти жертв геноцида на холме Цицернакоберт в Ереване и возлагают цветы к вечному огню. А в армянских церквях во всех странах мира проводится траурная служба. Поминальная служба в память жертв геноцида проводится и в католических и местных других церквях. Продолжение следует...